мужики всем привет в общем давайте в этом видосе поставим генератор и поставим крепление для насоса нша 10 так ну и соответственно по шкивам многие делают ставят от помпы шкив до размере сейчас померил штангелем 138 диаметр и получается передаточная 1 725 то есть на двигателе шкив на 80 этот на 130 понижение на 1 725 вот то есть достают эту шестерню ставят шкив ставят шестерню и обваривают я хочу попробовать сделать варить вот такой вот шкив это с коленвала он у него размер 150 он чуть чуть больше немного больше ну как немного сейчас я смещу на край видно вот насколько он больше до диаметра и у него передаточное число уже идет по сравнению с этим 1 875 вот часто отрезаю вот это лишнее да вот этой штукенции на самом деле уже отрезал я взял другой шкив и вот так вот это дело отпилил останется только так вот поставить отцентровать и с этой стороны вварить нашел я вот такую штулочку в ящике порылся тут полно всего нашел такую штулочку вот тут немножко ржавчину сбил она уже была такая же точеная но она чуть-чуть не подходила по вот этому диаметру один виток изоленты и все стало на свои места как говорится плотненько плюс она там центрует шкив абсолютно идеально будем говорить останется только прихватить снять и обварить с этой стороны если что-то пойдет не так мне не понравится допустим либо держаться не будет болгаркой так отпиливаю по над шестерней вот так по над шестерней отпиливаю болгаркой потом ставлю шкив кидаю сюда шестерню и вот этот срез он будет сверху и потом уже здесь обварю то есть ничего не теряю но попробовать хочу приводить вот этот шкив все давайте сейчас наживлю и посмотрим что получилось и вот эти подшипники заменю на подшипники закрытого типа вот как то так так мужики вварил такая уже теплая еле-еле внутри здесь не в варил а наварил мясо здесь тут жирненько прошелся на ребра перекинулся не знаю сейчас соберу крутануло его не крутануло но на прихватках стоял ровно вот как то так я думаю ходить будет и ничего тут шлифовать не буду пускай остается все равно его там видно не будет абсолютно никак а мясо лишним не бывает так почистил только щеткой по металлу и все посмотреть там на трещины которых я не вижу и все остальное вот эта плоскость ровная если что то не нравится отпиливаем ставим вот этот шкив и никаких проблем насос конечно левого вращения желательно конечно сюда правого вращения он не универсальный его поменять нельзя вращение вот желательно конечно чтобы она так стоял ну сейчас будем как-то родить его вот так я не знаю опять же может даже позвоню заказчику пускай поменяет либо на универсальный либо на правого вращения вот такие дела вырезал вот такую штукенцию из толстостенной трубы эта труба это не швеллер и теперь сейчас нужно приварить все это дело вот сюда здесь буду делать на значит крепление на наш шар и натяжечка будет в эту сторону впрочем сейчас все посмотрим сейчас снимаю сцепление откручиваю ступицу для удобства обварки зачистки шлифовки никаких проблем 3 болта здесь и 4 болта здесь снял сцепление и чисто ради интереса пока еще не разбирал решил взвесить и получился вес 21 килограмм ровно но деление значит те шкалы здесь 500 грамм то есть мин плюс минус 500 грамм вот как то так а 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 но Так, все, крепление готово. Сделал все капитально, установил. В общем, смотрите, зазорчик здесь, я не знаю, миллиметра два, наверное, между сцеплением и между шкивом. Вот сейчас от руки вращал шкив, выдавило глушку, обосрало туфлю, обосрало плитку опять маслом. Ну что это, ну, елки-палки. Сейчас вроде все, все отлично. Масло было залито в новом насосе, насос правого вращения. Вот, все и замечательно просто подошел. Варил без крепления, без этого барабана, видели. По итогу, то ли угадал, то ли так само получилось. Так что, нам не нужно его переделывать. Я что-то забыл за это. Забыл, что они будут перекрываться. Но, тем не менее, абсолютно нормально все получилось. Вот, как-то так. Потому что оно очень все тут будет компактно под капотом. Елки-палки. Так, поставил ремень. Вот. Ну, открутил, соответственно. Бол достал, накинул. Все на место поставил. Тут, где улов-то, все легко. Так, поставил пружинку. Вот так вот сюда. Это она самая слабая. Здесь она имеет такие регулировки. Самая слабая. Чем ближе к болту, тем слабее. Чем дальше и ниже, тем жестче. Это натяжка, мужики, будет ремня. Короче, не понравилось. Заварил. Заварил то, что просверлил. И здесь просверливал. С этой стороны крепление стоит на месте. В общем, переделал. Переделал все немножко по-другому. Так, мужики. Ну, не понравилось. Не понравилось мне. С этой стороны переделал крепление на эту сторону. Но уже по-другому. Тут заварил, что насверливал. Здесь насверливал, тоже заварил. Короче, сделал вот так. Пружина с колодок. Дальше. Гайка к болту, чтобы зацепиться. Вот. Тут насверлил на всякий случай. На всякий случай. Это самое крайнее сейчас стоит. Но мало ли. И, то есть, натяжку пружины уже можно вот здесь ее делать абсолютно, абсолютно, мужики, любую. Вот так вот она натягивает ремень. Сейчас звездка. Вот так вот ослабляет. Ослабляет ремень. Вот так, чтобы она отрабатывала под нагрузкой. Видос где-то видел в интернете. Не знаю, у кого. Запомнилась. Схема понравилась. Вот. Здесь ничего не переделывал. Стояло изначально на этом ухе. Я его рассвеливал под десятку. И здесь под десятку. Потому что, ну, восьмерка. Это, ну, сами понимаете. Нагрузки хорошие. Пускай лучше десяточка болт держит все это дело. Все. Насос стал даже ровненький, я бы сказал. Вот. Ремень 650. Вообще замечательно подошел. Также ж зазорчик пару миллиметров присутствует. Скорость надо выключить. Все очень компактно. Вот. Ремни пока не ставил, соответственно. Вот. Ничего не цепляет. Сейчас будем генератор мутить, мудрить. Под 560. Ну, просто других ремней у меня нет. Но, я думаю, подойдет отлично. Он компактненький, маленький. Заодно и не будет давать генератору за капот влазить. Так, мужики. Ну, перед тем, как ставить генератор. Генератор МТЗовский. На... Не знаю, видно, нет? 1150 ватт. Ну, такой генератор мне заказчик привез. В общем, здесь раздолбанное ухо. Сейчас я его немножко со стороны раздолбанного подварю. Потом пройду еще раз сверлышком. Потом возьму вот такую вот шайбочку толстостенную. Сверху наложу и по кругу еще обварю. Так сказать, усилю. Дам толщину стенки хорошую. Потому что, ну, крепление ни о чем, если честно. Здесь нормально. Здесь не олег, как говорится. Вот. И вот тут, я не знаю, тут тоже, может, проще какую-нибудь гайку наложить. Да вварить. Ну, там резьбы вообще капец. Как мало. Так сказать, сделать уже капитально. Пускай будет. Ну, воткнул генератор. Воткнул. Комры капец дают дрездюлей. Вон, сколько их тут летают. Надо текать уже отсюда. Не нравится мне. Ну, я здесь его прихватил вот на две точки пока. Крепеж. Завтра отрежу, переделаю. Потому что оно слишком близко получается к капоту. Сейчас вот начни вот так вот задирать его. И вот он проходит совсем рядом. Это так, я натянул его. Это просто от руки. Это даже он не натянутый. Крепежный вот этот болтик уварил сверху. Но тут, по большому счету, некуда его и закрепить. В общем, буду где-то приваривать к этой пластине. Выносить другую штукенцию. И где-то как-то тяга его по-другому натяжку давать. Наверное, смещу вот сюда на край, посмотрю. Ну, это завтра уже темно. С варкой работать не хочу, да и комары дают до раздюлей. Вот. Либо эти крепления чуть подрежу, сделаю ниже. Он тоже чуть это двинется. Либо в торец вот сюда выварю. Это прикрученный уголок. Вот на три болта к швеллеру. Вот такие дела. Один болт я буду задействовать. Будет крепиться. Вот здесь будет стоять стойка. Наверное. И держать будет гидробак. Вот тут под капотом. Для комарья сколько. Вообще ужас. В голову лезут. Где-то вот с этой стороны будет гидробак. Но тут закрывать я не буду. Ничего. Ребра жесткости останутся открытыми. Потому что весь воздух с диффузора. Вентилятор выдувает вперед. Тут решетка будет. Весь воздух горячий будет проходить вперед. Он нафиг не нужен. Плюс возле фильтра этого. Точнее глушака. Тоже ничего не будет. Гидробак здесь. А в дальнейшем возможно. Вот в это окно. Вот в это окно. Врежу гидроцилиндр. Который будет лопату поднимать. Запускать. Внутри будет стоять. Прям до рамы сделаю крепление. Ну я придумаю как. Вот и гидроцилиндр сюда. Чтобы толкал. А почему нет? Вот здесь закреплю. Здесь закреплю. А его рядом поставлю. Достаточно будет. Ничего не произойдет. Вот. И все это вмещается вот сюда в капот. Генератор. НШ. Гидробак. Мотор. Распределитель. В капоте. Стойка рулевая. Еще и гидроцилиндр будет. Также в капоте. А капот. Что тут капот этого? Я о размере сегодня говорил. Еще потом буду мерить. Вот такая вот штука. Ты смотри комарья. Вообще ужас. Капец. Так. Все. Хорош. На сегодня. Голова уже кипит. И от магнитофона тоже. И так поставил генератор. Теперь все меня устраивает. Зазоров хватает. Абсолютно это натянутый ремень. Но еще ремни будет натягивать двигатель. Соответственно он поднимется вверх. И генератор еще отклонится от капота. Поддастся. Так же как и насос на пружине. Сколько надо. Столько он и возьмет свое. Здесь уголок был наверху. Поставил его вниз швеллера. Также прикрутил. Не знаю. Для удобства что ли. Чтобы. Если не надо. Там что-то куда-то подлезть. В принципе. Болт я не закрывал. Здесь место есть. Для того чтобы отодвинуть сцепление. Ничего никому не мешает. Не перекрывает. Скинуть ремень с генератора. Скинуть ремень с инша. Открутить три болта. И все это дело пододвигается. И свободный доступ до ремней. Которые на корзине. Никаких проблем вообще с этим нет. Доделал натяжку ремня генератора. Выглядит все это дело вот таким образом. Доварил здесь нехватающее крепление. Такое ухо. До этой пластины. Но это не задействовано осталось. Не знаю. Может срезать. А может пускай так будет. Оно не мешает. Ничего. Все болт. Здесь своеобразная вилка. Гайка. Контрогайка. Все это дело. Чтобы много не крутить. Снимается вот таким образом. Ну и соответственно. Так же и ставится. Сейчас попробую. Одной рукой неудобно. Чуть-чуть. Опа. Придержу. Вот так вот. Это я послабил. Все. То есть вот. Из-за цепления вышло. Натянул. Ну а дальше. Уже. Болтом натягиваю. А вторым контрагаются. Все. Тут можно его. Тянуть. Тянуть. Пока и подшипник не рассыпется. Зазоров хватает. В общем. Отлично. Все проходит. Генератор. Вообще никак не мешает. Даже. Если будет. Натягиваться. Свободно. Все. На этом в принципе. Можно видос закончить. По установке. Энша и генератора. Дальше уже. Буду делать. Гидробак. Варить из. Вон той толстостенной. Профильной трубы. А как я его буду делать. Это уже в следующем видосе. Там. Своя конструкция будет. Как-то так. В принципе. Места хватает. Для гидробака. Будет он располагаться. Рядом. С баком. Повторюсь. Места хватает. Для аккумулятора. Вот сюда. Установить. Аккумулятор. И места хватает. Для. Гидроцилиндра. Вот здесь будет ходить. Гидроцилиндр. Внутри. Все. Компактно. И. И место. Всему нашлось. Вот как-то так. Ладно. Всем пока. И так много наболтал. С вами был Санек. Еще. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok